всем огромный привет меня зовут Анна Тюмерова и сегодня мы встретились для того чтобы сделать вот такую волшебную елочку своими руками вы наверняка также как я уже готовитесь к новому году и эта елочка станет одним из изысканных подарков которые вы сделали своими руками и несомненно украсит рабочий стол либо ваш либо ваших друзей я беру обычную бумагу формат А3 мне нужен будет один листочек для одной елочки еще я беру пленку обычная зеленая пленочка для цветов и второй вариант пленочки я взяла вот такую прозрачную с белыми крапинками для того чтобы создать эффект снега на елочке берем небольшой кусочек зеленой гофрированной бумаги плюс нам нужен будет небольшой кусочек бархата примерно 10 на 10 сантиметров будет достаточно еще я возьму вот такой мех у меня он немножко длинной шерсткой можно в принципе взять любой мех можно взять флис или синтепон плюс мне нужно будет взять небольшой кусочек пеноплекса толщиной он у меня 2 сантиметра также берем шпажки для работы нам пригодится скотч и степлер еще мне нужны будут бусины красного и серебристого цвета их я сделаю из таких новогодних бус я беру красные бусы и серебристые и ими буду украшать елочку и плюсом ко всему берем стандартный набор инструментов это ножницы, ножик и термопистолет в первую очередь из белой бумаги я делаю кулечек высотой 25 сантиметров для этого беру линейку отмеряю 25 сантиметров вершину и начинаю закручивать бумагу в кулечек получается вот такой кулек мне нужно чтобы по низу сейчас ширина была 10 сантиметров теперь я беру скотч и скотчем приклеиваю конец чтобы он не распускался отмеряю 25 сантиметров в длину и так полностью по кругу отмеряю по 25 сантиметров для того чтобы сделать ровный низ я люблю такой принцип изготовления таких кулечков если мне нужно чтобы они были ровные черчу ровную линию выше самой линии приклеиваю скотчем бумагу чтобы он уже не распускался и отрезаю кулечек вдоль этой линии и у нас получается вот такой вот красивый конус этот конус и будет основой нашей елочки теперь я беру кусочек пеноплекса и из него я буду делать ножки нашей елочки я отмеряю ширину 2 сантиметра такой ширины будут ножки для елочки и длина будет 4 сантиметра теперь беру ножик и вырезаю эти заготовки у нас получается две заготовки по 4 сантиметра выравниваем их чтобы они были одинаковые и еще делаем небольшие такие заготовки примерно по 1,5 сантиметра высотой вот такие будут ножки нашей елочки следующим этапом нам нужно закруглить концы этих ботиночков я отрезаю уголочки и они уже будут закруглены а сверху я чуть-чуть еще и закругляю вот так теперь беру те маленькие квадратики которые мы сделали и приклеиваю к этим ботиночкам сзади к той части которая не закруглена прижимаем плотненько чтобы они хорошенько склеились и вот такие уже типы ботиночков у нас получаются придаем им окончательную форму сзади мы тоже чуть-чуть закругляем чтобы не было острых уголочков и получается пяточка у этих ботиночков тоже закругленная и носочек тоже закругленный здесь как хотите можно закруглить можно оставить в принципе это большую роль не сыграет то же самое делаю со вторым ботиночком вот смотрите у нас готовые сами ботиночки это основа осталось их обернуть красивой тканью снизу ботиночки будут зеленого цвета поэтому я беру сам ботиночек снизу наношу термоклей обильно смазываю можно приклеить на титан я буду на термоклей чтобы это было быстрее и приклеиваю ботинок к гофрирной бумаге можно хорошенько прогладить чтобы он прям плотненько приклеился то же самое делаю со вторым ботиночком теперь вокруг отрезаю гофру оставляю буквально пол сантиметра на загибку наверх остальное все отрезаю по краешку наношу термоклей на саму гофру и натягиваю ее вот так вот на ботиночек это проделываю с первым и со вторым ботиночком получается такое ровное основание на котором будут стоять эти ботиночки а по краю они будут красного цвета теперь я нарезаю бархат на отрезки 10 сантиметров длиной и 3,5 сантиметра шириной дальше я беру сам ботиночек и начинаю приклеивать этот отрезок к этому ботинку начинаю с задней стороны вот так вот наношу полоску клею по низу и начинаю приклеивать самое важное чтобы у вас по низу приклеивалось ровненько и так полностью в круговую обклеиваю ботиночек на термоклей тканью доходим до конца если вдруг получился кусочек немножко лишний мы его отрезаем кончик хорошенько склеиваем чтобы он не выпирал сейчас получается вот такой ботиночек здесь пока еще выпирает и чтобы его уложить я с внутренней стороны наношу термоклей и натягиваю вот так вот на сам ботиночек получается красивый такой прищип и аккуратный ботинок вот такой красивый он у нас получается получается два таких ботиночка осталось добавить мех беру сам мех отрезаю полосочку равную 1 сантиметр отрезаем небольшую такую полосочку и приклеиваем этот мех к нашему ботинку так вот в круговую лишний отрезаем получается два вот таких ботиночка снизу зелененькие сверху красные и с белым мехом и чтобы здесь основание не было видно я предлагаю туда приклеить еще немножко меха беру маленький кусочек меха наношу термоклей и приклеиваю его прямо вот посередке распушаю его в разные стороны и в итоге середки у нас не видно получаются очень такие красивые аккуратные ботиночки теперь беру две шпажки и эти шпажки мне нужно обернуть зеленый гофрой примерно оставляю полтора сантиметра в высоту через полтора сантиметра начинаю наносить термоклей и приклеивать полоску зеленой бумаги на небольшое расстояние высота полоски у меня 6 сантиметров то же самое проделываю со второй теперь эти шпажки нужно будет вот сюда в середку нам воткнуть сначала втыкаем насквозь без клея получается вот такая ножка теперь я вытаскиваю капаю капельку клея и вставляю туда в отверстие обратно вместе с клеем и так уже будет хорошо держаться лишний клей быстренько убираем если он есть и вот такие сапожки для нашей елочки у нас получаются вот такие ножки которые побежали сами по себе можно уже играть кукольные игры но так как мы с вами делаем все-таки не просто сапожки и ножки для елочки делаем саму елочку на ножках продолжаем мастерить теперь я беру снова кусочек пеноплекса ставлю на него елочку очерчиваю расстояние вокруг елочки вырезаем кружочек прям чисто по кругу получился вот такой кружочек к верху мы его заужаем чтобы он хорошо вошел в нашу елочку потому что снаружи он не должен виднеться совсем приклеиваем его к гофрированной бумаге по нижней части отрезаем лишнюю гофрочку склеиваем ее на внутреннюю сторону плотненько-плотненько прижимаем что все склеилось отрезаем лишнюю длину у наших ботиночков и одеваем вот сюда ножки насквозь теперь фиксируем их на термоклей второй ботиночек тоже получается вот такое основание для елочки надеваем конус и вставляем его вовнутрь он должен будет поместиться так вот немножко поглубже сюда наношу термоклей по кругу и вставляю в конус главное чтобы он стоял ровненько у нас с вами получается вот такая основа для елочки теперь нужно декорировать саму елочку теперь я беру пленочку и отрезаю ее шириной 8 см получаются 8 см шириной и 8 см высотой такие же квадратики я делаю из пленочки в крапинку у меня получаются такие квадратики теперь беру один зеленый квадратик и один прозрачный накладываю их друг на дружку поворачиваю под углом 45 градусов, чтобы каждое ушко, каждый уголочек у нас был по отдельности и складываю его в виде фунтика при том, что складываю его так, что здесь краешку немножко оставляю, я не довожу его до самого края сверху скрепляю вот так вот степлером, он получается вот такой фунтик именно из таких фунтиков я и буду собирать саму елочку на фунтик я наношу капельку термоклея и приклеиваю этот фунтик вот так вот по низу, ниже чем само основание так, чтобы у нас полностью закрылось основание елочки и этого не было видно, и чтобы почти не было видно ножик так по кругу я делаю юбочку из этих фунтиков немножко нахлестом друг на друга у нас фунтик заходит на предыдущий фунтик получается вот такой первый кружочек нашей елочки и собираем вот так вот фунтики до самого верха принцип абсолютно одинаковый, снизу до верху дошли до самого верха теперь нужно сделать один фунтик, который закроет полностью верхушку для этого я беру те же самые два фунтика также поворачиваю их немножко уголочком и складываю их пополам и из этой половинки делаю кулечек их можно склеить либо термоклеем, либо степлером как вам хочется и у нас получается такая верхушка для елки остренькая сверху, изнутри пустая, куда можно поставить как раз верхушку елочки для этого я наношу вот сюда термоклей на сами фунтики которым я и буду приклеивать верх и вставляю на это все вот так вот сверху фунтик и у нас получается такой аккуратненький переход от верхушки до самой елочки еще этой елочке нужно сделать маленький колпачок красного цвета теперь я снова беру кусочек красного бархата он у меня по нижней стороне 10 сантиметров шириной и высоту 12 сантиметров вот такой треугольничек из бархата я беру и мне нужен еще небольшой кусочек меха 10 сантиметров длиной чтобы оформить по низу этот кусочек и плюс к нему еще вот такой маленький кусочек 2,5 сантиметра на 1,5 сантиметра для того чтобы сделать помпончик этот мех нам нужно с вами приклеить по этому краю для этого я наношу термоклей по самому низу прямо на сам бархат и приклеиваю на него полоску меха теперь складываю вот таким вот образом шапочку сюда наношу термоклей и приклеиваю шапочку по краю получается такой красивый колпачок который мы будем надевать на нашу елку и осталось сделать помпончик наношу на мех клей и приклеиваю его кверху получается вот такая шляпочка для нашей елки для того чтобы колпачок надеть на елочку и его зафиксировать мы немножко капаем на саму елочку клея буквально одну капельку будет достаточно можно сделать две, больше не нужно и надеваем колпачок получается вот такой вот верх для нашей елочки можно его уложить как вам нравится в одну сторону, в другую сторону тут в принципе без разницы главное чтобы вам нравилось то как это выглядит теперь берем те бусины которые заготовили и этими бусинами украшаем нашу елочку капаю на них капельку клея и распределяю вот так вот по всей елочке в разных местах в перемешку где-то красные, где-то серебристые после того как приклеили бусины по всей елочке мы завершаем нашу работу у нас получается вот такая елочка красавица которая я уверена украсит ваш рабочий стол и будет дарить вам новогоднее настроение и так далее а а а а Субтитры подогнал «Симон»